Я знаю, что мы обязательно сделаем все с вами. Юные кадеты держат в руках фотографии десантников 6-й роты. 24 года назад в Аргунском ущелье бойцы приняли неравный бой с превосходящими по численности отрядами боевиков. Из 90 десантников погибло 84, включая 13 офицеров. По сей день для этих мальчишек и девчонок они являются настоящими героями. Если помнят, то они страны. Они живы. Я всегда верю, что они смотрят на нас и знают, что есть те поколения, которые помнят нас. Я много смотрел фильмов и про десантников, и про бойцов Афганистана. Ты вот когда вырастешь, окончишь школу, пойдешь и ты в армию. Как говорится, поживем, увидим. Семен знает цену слов. Был немногословен и настраивался на стрельбу. Он, как и многие спортсмены здесь, не только из спортивных соображений. Мужчина всегда должен владеть оружием, так как это полезный навык в любом случае. В моей конкуренции человек немного. И планирую занять призовое место. На чемпионаты перенства Алтайского края по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвященные подвигу десантников 6-й роты, собрались команды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Затосибирский, Олеска, Горняка, Михайловского и Кулунды. Всего около сотни мальчишек, учащиеся кадетских корпусов, а также члены сборной региона, победители и призеры всероссийских соревнований. Уровень высокий. В следующий раз, говорят организаторы, должен быть еще выше. Соревновались в двух дисциплинах. Дуэль, когда выбить мишень нужно на время, и бункер 9 упражнений на точность и время. По итогу соревнований чаще всего на пьедестал поднимались барнаульские спортсмены. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.